привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас самый сочный самый быстрый и самый простой рецепт пирога к чаю который готовится без весов быстро просто и очень вкусно и для начала я взяла три стакана емкостью 250 миллилитров и первом стакане у меня кефир который я выливаю мою миску ну а теперь сюда же я добавляю 1 стакан растительного масла и нам понадобится 1 стакан сахара а теперь все это я хорошо перемешаю ну так вот все надо перемешать до растворения сахара а теперь с кошеком я откладываю 1 стакан нашей смеси вот столько вот я откладываю а также я подготовила 4 яйца и все яйца надо будет разбить нашу миску все хорошо перемешают то однородной массы ну вот такая вот смесь ингредиентов у нас получилось последнее что нам осталось это сухие ингредиенты но из сухих ингредиентов нам понадобится два стакана муки которые я просеиваю мою миску а также сюда я же я добавляю соль обязательно ванилин или ванильный сахар и нам понадобится разрыхлитель все сначала осторожно перемешаю чтобы мука не разлетелась по всей кухне и у нас получится жидкое тесто вот так вот быстро просто мы можем приготовить пирог чая ну вот посмотрите какое тесто у нас должно получиться тесто волшебное я убираю венчик откладываю буквально на 5-7 минут наш сегодняшний пирог я готовлю с персиком этот пирог можно готовить также и с яблоками и с абрикосами я взяла персик удаляю его косточки от ядра и нарезаю вот на такие я вот таким дольками нарезал два больших персика если у вас маленькие можете нарезать 3 но мы переходим к нашему пирогу и для этого я беру кондитерскую форму по дну 26 сантиметров по краям 28 и все наше тесто я выкладываю форму а теперь весь нареженный персик я вот так вот равномерно выкладываю по всей поверхности пирога вот так вот выглядит наш пирог можно сверху немного любой кислой ягоды а можно вот так как я я подготовила вишню без косточек она в духовке еще немного расплывется выпустят сок но при этом придает пирогу приятную кислинку и будет очень красиво вы по сезону можете добавить ягоды можете сделать так как я и и последнее что нам осталось для оставлю форму в духовку 180 градусов 40 минут урапите по своей духовке доводим до готовности и я покажу что мы делаем дальше и вот такую красоту я ставлю в духовку и духовке понадобилось 40 минут для того чтобы приготовить 180 градусов вот такой вот шикарный пирог посмотрите как он поднялся а теперь мы берем тут один стакан заливки что мы оставили от нашего рецепта и пока пирог горячий я вот так вот заливаю его равномерно распределяю заливку по всему пирогу и оставляем пропитаться на кухонном столе на 30 минут если вы ставите пирог в холодильник надо будет оставить хотя бы на два часа после чего я обязательно покажу какой сочный пирог у нас получился оставила пирог отдохнуть он впитал всю заливку а теперь я достаю из формы время от времени я поливала заливкой весь наш пирог так как он у меня поднимается вот так вот шапочка в моей духовке а теперь я хочу показать как он выглядит разрезе девочки какой он мягкий и нежный потому как я режу видно насколько пирог получился нежнейший ну а теперь посмотрите какая красота у нас получилась вот такой вот не только красивый но и очень вкусный пирог у нас получился я уверена вам понравится и вы будете готовить любыми фруктами готовьте радуйтесь своих родных и близких ну а если понравился рецепт подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментарии всегда ваша домашняя кулинария пока